Так, ну что, сначала накидаем структуру, подберем эмбиенс города, потом какие-то уже детальки будем прорабатывать, прорабатывать голос роботов, и подберем звуки котика. Из того, что можно сделать именно того, чтобы я проработал, конечно, я не буду тут бегать с FM-генератором, снимать какие-то нойзы для телевизоров, это не имеет смысла здесь, то есть все понятно, главное, наша задача именно сделать нужное погружение, а уже саунд-дизайн фишечки, конечно, мы можем и лапки котика сделать с помощью там какой-нибудь щеточки и там, не знаю, поверхности определенной, там мягкий саунд вот этот, да, можем и побегать котиков позаписывать, вот. Я покажу такие какие-то основные моменты и в целом постараюсь создать вот должное погружение. Первым делом мы плавненько выводим эмбиенс города, и первое, что бросается в глаза, я думаю, что котик. И нужно сделать эффект, ну я вижу это так, сделать эффект прибегания котика, он может мяукнуть разочек, потом через время какое-то там помурлыкать, урчать и так далее. Вторым делом вступает уже наш бэкграундный саунд, именно роботов, что-то они там обсуждают. И потихонечку плавная уже там детализация там какой-то рекламы сбоку, там телевизоров, звуков за кадром, да, окружение, что кто-то там прошел, может быть, и так далее. Вот, в целом, как бы, я думаю, вот этого будет достаточно. Подумаем, скорее всего, надо какой-то бэкграундной подложкой, и сайфайной, да, чтобы подчеркнуть нашу локацию. Да и в целом, все, я не вижу смысла здесь прям нагружать. То есть, это должно быть интересно, это должно позиционировать нас в данной локации и выделять какие-то отдельные приколюшки и фишечки. Первым делом я всегда накидываю. Накидываю все нужные звуки, которые могут понадобиться. Вот этот, кстати, глубокий имбенс интересный, может быть, даже его использую. Ну вот, тоже подобный неплохой имбенс. Можно, в принципе, целиком его добавить. Так, что еще нам потребуется? Статик. Можно с этим поиграться, будет попробовать. Да, вот эти звучки мы, я думаю, поднакидываем тоже. Это можно где-то вдали сделать. То есть, наша задача погрузить в город, но сделать это, не просто, да, подложить, там, имбенс сети, и именно сделать вот эту детализацию, что мы действительно в сайфайном каком-то городе. Ну, то, что нужно. Это будут наши рекламные баннеры в окне. Туда еще добавим какую-нибудь музычку, чтобы это было ощущение рекламы. Вот. Так, пока это убираем на дальний план. Я думаю, минутки сколько у нас? Минута тридцать. Да, достаточно. Каким образом можно работать сразу с балансом? Есть два способа. Либо сначала мы выстраиваем, отталкиваясь от наших ключевых звуков, да, сэмплов. Ключевые это у нас то, что на первом плане будет. Голос, котик. Вот. И уже подгоняем остальные звуки под этот микс. И уже на мастере потом начинаем делать, соответственно, мастеринг, да. Вот. Сведение на данном этапе происходит за счет выстраивания баланса. Можно это делать на микшере, можно делать на трек-панели. То есть, ну, кому как удобнее. Я же работаю как? По-разному, если честно, делаю. То есть, частенько я именно на мастер кидаю сразу изотопозон. Почему? Потому что он тем же максимайзером все, скажем так, склеивает, да. То есть, и уже мы понимаем, какой уровень по громкости, по РМС, по люсам нам, какого уровня нам нужно придерживаться. Вот. Поэтому давайте так и сделаем. Сразу повесим изотопозон. Девятым я пользуюсь. Можем выбрать сразу пресет какой-то. Я люблю, ну, под задачу, конечно, но частенько вот делаю с high detail white, либо high detail compression, compressed. Вот. Единственное, конечно, нам нужно отключать exciter. Maximizer тоже не так жестко сжимать, да. Имейджер можно сразу со стерео, да, базой включить, да, постобработку. Но пока на данном этапе нет смысла. То есть, у нас, по сути, свой эквалайзер, да, на мастере динамическая обработка, мультибенд, имейджер и максимайзер. Самое главное для нас это максимайзер, который нам сразу подскажет, какой уровень громкости, на какой уровень мы равняемся. Если мы выводим от стандарт, да, люсы, тогда давайте смотреть, что у нас может быть ключевое. Ключевое. Котик, да, наверное, либо там его мурчание. Ну да, что-то такое. Но пока мы не будем сильно придавать значение, потому что у нас нету основной структуры, да, то есть, чтобы как-то выравнивать и уже подгонять и уже выстраивать этот микс. Для начала накинули, все, мы понимаем, что у нас на мастере уже есть минимальная обработка. И погнали. Выстраиваем сначала эмбиенс. Плавненькое погружение. Сразу же накинули, сделали черновик для лапок. То есть, мы погрузились в локацию и сразу сделали внимание к котику. Я бы хотел сделать так, чтобы он якобы спрыгнул откуда-то, да, и следовательно сделать соответствующий фоули. То есть, прыгнул, короткий саунд и потом ускоренный прибежал. Ну да, что-то типа того пока что. По эквализации, по характеру мы еще поработаем, я думаю. Но, в принципе, более-менее уже шуршащие вот эти звучки, я думаю, подходят. Но стоит, наверное, сделать их, может быть, мягче, может быть, подмешать еще какой-то слой. Пока нам это не сильно горит. Да, вернемся к котику, нам нужен мяук. Ну, давайте, такой добавим. Характерный. Работаем, конечно же, сразу с отдельными дорожками, чтобы это можно было проработать по балансу и так далее. Потом уже будем, может быть, шинами работать. Сразу видим, что у нас по волне здесь очень громкий звук. Здесь слышим ревер, да? Именно комнатный ревер. То, следовательно, нам либо избавляться от него, либо делать соответствующую уже постобработку. Ну, во-первых, я бы его немножко закомпрессил и вывел. Он у нас в минус 14 децибел. Пролюсом минус 22 интегрируем. Мы где-то 26-25. Нормально. Давайте попробуем, посмотрим, что если мы сразу повесим, к примеру, ревер для нашей улицы. И сравним. Вообще, конечно, лучше с сухим работать. Так. Гараж. Вот, что-то такое. Пока, думаю, достаточно. Там посмотрим. Соответствующий ревер можно добавить, но я думаю, что он не сильно будет играть роль. Потому что он должен быть у нас не такой явный. То есть, если мы... Равняемся, да, то следовательно... Равняемся на мяу. Я бы срезал сразу. Плотность, потому что он у нас все-таки находится на определенном удалении от нашей камеры. Следовательно, нужно сделать... Убрать вес. Вот. А почему бы нам еще не сделать нескольких там мяуков? Так, я бы, наверное, все-таки сделал следующее. Мне не нравится пост-обработка именно в пространстве. На канале, поэтому сделаем посылом. Вот. А здесь уберем все-таки сухость. Сделаем на нашем... Потому что все-таки хочется ближе сделать его, но в то же время вот подмешать наш ревер на локацию. Можно сделать обычным изотопом. Так, где там деревья. Ну да, что-то такое. Хотя слышно все равно комната, поэтому... А почему... Убиво. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я знаю, кстати, один плагин от Waves, который сделает прям похожий Voice, как в Stray Я думаю, они им же и пользовались Такое пока запишем Так, и от Waves он называется как-то OVOX, по-моему, сейчас посмотрим OVOX, да Ну, в принципе, первый пресет у нас уже работал Немножко нужно по эквализации поработать Срежем просто, да Плюс еще, конечно, добавим каких-то пилюков, чтобы больше соответствовало нам действительности И как раз вот этот ревер Наш посыл мы можем сделать и на наш Voice Угу Так, поехали, отлично У нас уже есть основная ключевая картинка Так Теперь Давай сделаем еще погружение за счет статика нашего на телевизорах То же самое срез, потому что он не должен быть плотный Позиционирование справа где-то, причем срез большой Да, что-то такое Ну и, соответственно, да, выстраивать сразу порядочек, чтобы мы ориентировались То есть, первое у нас Ambience, потом, допустим, котик Вот И, конечно же, потом суммы, шины вот эти нам помогут в адаптации и порядочке Так, что у нас еще есть там? Ну, сразу, да, вот какие-то такие штуки Там еще каких-то статиков, да, я кидал Давай посмотрим Сразу послушаем их Можно вот этот сразу вперед сделать, да То есть, на старте у нас Чуть-чуть так же пустить на ревер Или попозже его сделать Да, вот этот сделаем с какой-нибудь Музычкой Music Old Ну вот даже, да, такую Это будет наш, типа, телек Ну, или какая-то реклама, которая позиционирует нас Что что-то там вещается на экране Вот И смешаем его с нашим Вот так Здесь можно, кстати, тоже попробовать пустить На канал Оввокс Потому что это же для роботов Реклама Реклама Так, а где вот этот был? Можно все-таки сделать как отдельная вот эта Наша структурка телевизора Телевизора Реклама 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 Чтобы более живым сделать можно сделать это все прерывистое такое а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, что-то такое, типа там что-то вещается иногда Вот Так, что еще, что еще, что еще Можно сделать эффект light Так И дублируем Также можно чуть-чуть впустить пространство Немножечко срезать, наверное, низов Посмотреть вместе как Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот звук очень такой навязчивый Поэтому мы его подчикаем Подчикаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, отлично Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да Ну соответственно Да, чтобы это не мешало И как-то было уместно Можно даже там еще каких-нибудь накидать Пусть будет ощущение, что там вдали что-то дальше происходит Так, динамики вот в этом пиу Я бы тоже прорисовал немножечко там здесь погромче Здесь чуть потише Так, надо еще войсок какой-нибудь прописать Все-таки они у нас стоят Разговаривают Субтитры сделал DimaTorzok Что еще, какое настроение мы можем подчеркнуть? Я думаю сделать что-то музыкальное, дроновое Какую-нибудь фактурку интересную Можно сделать вообще самым элементарным способом Вот эту атмосферу Сейчас все, кто не в Лоджике будут на меня ругаться Грустить Но есть очень крутой Спейс-дизайнер У Лоджика Который делает классные атмосферы Так Модулятор Ну, хотя бы даже такую штуку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто дроновую текстурку напихали Чуть-чуть калейдоскопом Какое-то движение создали Послушаем вместе А еще можно Прикольная штука есть Step Affix Тоже от Лоджика Новая фишечка Смотрите, здесь Я считаю, что Детализация в Ambience В саунд-дизайне Должна на первом месте быть Чтобы действительно Раскрыть вот эту локацию и детальки То есть она сочная, яркая, красочная Крутой арт И пихать музыку на первый план Это значит убить все Что здесь происходит Те же телевизоры туда-сюда Они сразу будут на бэкграунд Да, уйдут на бэкграунд Следовательно, чтобы подчеркнуть Просто раскрыть Немножко добавить настроение Движение Можно сделать вот подобные штуки С помощью дрон-саунда Немножко степов добавить За счет там Любых степ-генераторов Да Вот, прописать какую-то мелодию свою Ну, ритмический Вот этот рисуночек И в принципе все Да, можно прописать автоматизацию На вот этом степе Ну, этого достаточно, я думаю Можно там вот так еще поиздеваться Сделаем, конечно же Плавненький вход Чтоб не сразу У нас Сети в принципе здесь уже Немножечко его надо вытянуть Так, может быть Сейчас посмотрим Компрессии чуть-чуть накинем Либо миксы здесь добавим Где тут у нас Да, еще забыл Можно же сделать Как и хотел Близ проходящего Какого-то робота Да Для этого нам понадобятся Сухие звуки Подчеркнуть как Ну, какой-то пневматикой Да Что-то такое Сейчас Сэмплов накидаем Из этого слепим О, понимаете Ну, можно тоже На всякий случай Еще добавить Так Ну, таких тоже Пусть будет Пневматики побольше Блин, слишком тяжелый Ну, можно в принципе Вытянуть и сделать Так Ну, давай вот этих добавим Во Угу Нужно, да Вот таких близких Тоже скрипов Вот Вот этих На Фудстеп Прям То, что нужно Так И сами Фудстепы Для поверхности Да Пойдет Так Что мы делаем Делаем шаги Сначала Потом Делаем украшения И роботизацию Робот двигается Небыстро У нас Так Вот этот звук Мне понравился Как атака До нашего шага Его нужно Сухим Сделать Не таким Близким Сделать Его Так Может быть Даже Пониже По сабами Да Как раз Нойз Наших Фудстепов Подходит Под фоули Да То есть Добавляет Так Теперь Что там у нас еще Да Какие-то скрипы Сейчас Добавим Добавляем Пойдет. Так, а следующее, что у нас-то механическое, пневматика нужна. А, вот еще какие-то, да, мы добавили на степы. Ну, давай, да, добавим еще таких. Пневматика. Где-то пневматика была. Вот это. Пневматика. Пневматика. Чик. Соответственно, пневматика чуть пораньше, потому что шаг у нас. Пневматика. Пневматика. Пневм amis. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...